Добрый день всем-всем-всем! Сегодня мы вяжем обещанный реглан. Вот я вам приготовила своего хрюнделя. Это вот такой хрюн у меня. Вот. И на нем кофточка, вы видите, и на домовенке кофточка, связанная регланом. У хрюшки тоже кофточка связана регланом. Здесь реглан с дырочками. Вот сегодня я вам покажу реглан и с дырочками, и без дырочек. Сейчас начинаем. Для образца я набрала 11 петель. У нас будет 11-е, нечетное число, именно для того, чтобы в серединке была дорожка, так называемая линия реглана. Я снимаю первую петлю. Я сняла первую петлю и провязываю 4 петли. Мы вяжем чулочной вязкой. Ряд лицевой, ряд изнаночный. Провязываю 4 петли, и вот тут в серединке будет, вот это будет линия реглана. Вокруг линии реглана. Для того, чтобы она, учимся сразу читать рисунки, для того, чтобы прибавилось. Вот видите, в каждой дырочке ряд прибавляется, петелька, то есть увеличивается. Как по выкройке увеличивается пройма, ширина детали, вот грудная часть, вот рукавчик именно увеличивается. Вот здесь, вокруг вот этой дорожки, вокруг вот этой дорожки, вот это накид. И там, где дырочка, там накид. Вот я делаю накид и линии реглана, и второй накид, потому что с двух сторон расширяется. Нам так надо. Когда нам надо будет с одной стороны расширять, мы будем только с одной делать. Следующий ряд я вяжу изнаночный, провязывая накиды, обычно, как все, то есть тоже изнанкой. Вот накид, я увидела, вот накид, дальше центральную петельку, линию реглана, и все, полностью весь ряд, без исключения, провязывается изнанкой. Последний я всегда вяжу лицевой, для того, чтобы красиво смотрелся контик, контик, бортик. Сейчас мы делаем то же самое. Давайте найдем линию реглана, вокруг нее накиды, то есть дырочки. То есть вот это у нас линия реглана. Вот до нее мы все вяжем лицевыми. У нас количество петель увеличилось на дну, значит, теперь у нас будет, кроме кромочной, 5, 3, 4, 5. И вот мы пришли к линии реглана. Опять мы делаем накид, провязываем эту петельку и опять делаем накид. С двух сторон от линии реглана у нас постоянно будет увеличиваться количество петель, длина ряда, будет увеличиваться именно для того, чтобы, соответственно, в выкройке увеличивалось полотном. Изнанка. По изнаночной стороне все вяжем изнанкой. За ближайшую ниточку, за переднюю, вот эту, за переднюю стенку. Я вам скажу, в каком случае мы будем вязать за заднюю. Скоро скажу. В этом прямо занятии. Все, продолжаем точно так же. Довязали до линии реглана, видите? Опять накид и вокруг этой линии опять накиды и пошли, пошли. Да, ввязываем рядочек. Вот так вот вяжется именно вот такой регланчик. Именно вот такой реглан. Вот такой. А сейчас я вам покажу, как связать реглан без этой дырочки. Некоторые не любят дырочки. Некоторые любят сплошное полотно, чтобы было без ажурных вот этих отверстий. Хотя я люблю с ажурными отверстиями. Но сейчас я вам покажу, как это делается. Вот на изнаночной стороне мы дошли до линии реглана. Сейчас, почему я вам уточнила именно, что мы берем за переднюю стенку. Потому что, чтобы реглан был без дырочек, мы возьмем за заднюю стенку. То есть за неудобную. Вот она. Видите? Вот стеночка вторая. Вот за нее мы цепляем. Именно за нее мы цепляем. И выводим петлю назад. Нитку. Это получается изнаночной, но за другую сторону. Это центральная у нас. Вот я ее связала. А теперь опять петля, которая увеличивала полотно, мы ее вяжем опять не за переднюю, а за заднюю. За вот эту неудобную стеночку. Вот я оттуда вошла на себя. Не вот так вот легко, а именно я зашла за заднюю стеночку, зацепила и вынула нить рабочую от себя. Я вам покажу, что в итоге у нас получится. Сейчас мы опять провязываем очень быстро лицевой ряд. Видно, насколько расширилось полотно? Вот где оно было и вот оно где сейчас. И сейчас опять я делаю накид, провязываю линию реглана, делаю накид и довязываю. Я вам скажу, если мы вяжем какую-то фактурную вещь красивую, то реглан можно связать не одной вот этой вот петелькой, чтобы он не из одной петли состоял, а допустим из четырех. И вязать их жгутом или косичкой. Это будет очень красиво, реглан в виде косы. Это как бы обогащает уже. Это такие вещи получаются очень солидные. Это я вам тоже покажу. Но потом. Вот, теперь мы перешли на изнанку. Все мы вяжем изнанкой. Единственное, что мы делаем, единственная сложность здесь такая, это вот эти накиды связать, опять же, за противоположную стенку. Не за ту, за которую хочется зацепить, а за дальнюю, неудобную. Вот так. И вытягиваем от себя. И сейчас я вам покажу, что получится. Сейчас уберу, довяжу, уберу спицы, прямо вытащу, покажу вам этот фрагмент, что у нас в итоге должно получиться. Сейчас я прям опущу немножечко. Вот, посмотрите. Вот так выглядит реглан, где мы делали отверстие. То есть провязывали по изнаночной стороне за переднюю стеночку. Вот так вот, вот так вот выглядит линия реглана, если мы берем за дальнюю стенку. Неудобно я ее называю. Вот. Вот, в принципе, и вся премудрость. Сейчас я вам тут накидаю немножко фотографий, где я вязала регланы. На этом мы с вами сегодня попрощаемся. Будьте все здоровы, берегите себя. Такая пора сейчас настала трудная. Надо себя беречь. Для себя, для своих близких, для своих деток. Если вам понравился сегодняшний ролик, ставьте лайк. Поднимайте пальчик вверху. Подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте его своим друзьям, подругам, дочкам, внучкам. Я была рада с вами пообщаться. Надеюсь, это взаимно. Всего вам доброго. С вами была ваша Галя. Bye-bye.